Продолжим. Хотел представить вам идею, которая называется Bitcoin NG. Она очень простая, красивая, вытекает из каких-то общих принципов. Обычно такие идеи работают на самом деле. Ему предложил Ая Эмин Гун Сирер. Это известный достаточно блокчейн-исследователь из Корнова. Он сейчас очень активен, очень много статей у него выходит. В принципе, один из таких самых серьезных исследователей. Они предложили недавно, как в каких-то продажных системах она пока не реализована, но к этому ведет это мы. Начнем немножко с общих фраз, потому что, как я говорил в вступлении к семинару, сейчас что происходит в обращении технологии? Какие-то ходы для увеличения масштабируемости. Для того, чтобы система стала масштабируемой, чтобы можно было 100 000 транзакций, чтобы не нужно было хранить гигабайты данных. И здесь можно выделить три направления масштабируемости. Три направления улучшения блокчейна, условно говоря. Это улучшение количества транзакций в секунду. Фрукнуть, да, промоксная способность. А уменьшение самого блокчейна, чтобы не нужно было хранить 7 гигабайт, как предкорний сейчас или даже больше, чтобы делать невозможного использования фут-клиента на лэп-топе, на нашем компьютере. И кроме того, вещь, которая обычно остается незаметной, это стейт, то есть состояние системы самой. То есть есть блокчейн, это история. У вас есть стейт, это совокупность балансов, совокупности UTX. И она тоже может занимать очень большие размеры. Этконент сейчас, как я говорил, в презентации 1,5 гигабайта, может быть больше, то есть она тоже может быть теоретически больше, чем сам блокчейн. Есть три направления, по которым идет движение, которые люди стремятся улучшить. И, соответственно, все эти метрики, это футбут, это размер блокчейна, это размер стейта, должны быть улучшены для того, чтобы можно было считать блокчейн масштабированные системы. И есть разные подходы, то есть люди разрабатывают разные вещи. Сейчас достаточно такие известные названия, это online network, допустим. Что он делает? То есть, допустим, разобьем все достаточно такие известные направления, которые обещают масштабированные блокчейн, на вот эти группы, на уменьшение скорости транзакций, на группы с историей и на работой со стейтом. Что делает Lightning? Он повышает проходимость сети, по сути, да? То есть Lightning, он практически делает часть транзакций, ну, большинство будет в off-chain, а в on-chain какие-то транзакции выделены, некоторые. Тем самым получается, что все происходит вне планчейна, и можно большое количество транзакций сылать. Так же Bitcoin ng повышает выпускную способность. И шарпинг – это такой вот подход, который попланинируется Ethereum. В принципе, это пока такая речь, которая обещает сделать все, но на самом деле непонятно, как она утилизовывается. Такого вот пока кода нет. Но, естественно, шарпинг может улучшить все метрики, потому что он практически разбивает систему на части, и, как же каждая часть, она становится просто меньше. Соответственно, все в ней становится… Размеры истории становятся меньше, хранимы, стоят становятся меньше, то есть укропать и больше. Но как это будет утилизовываться, это пока вообще непонятно. Историю, да, допустим, работа с историей – это такая вещь с посвященным названием «Mimble Imble», которую предложила умный разработчик недавно. Неким критографическим способом предлагается верифицировать стейт, при том, что историю вообще можно хранить. То есть у меня некое доказательство предлагается, что текущий стейт, он правильный, не может быть другой и непосредственным образом вытекает изверженности сборка. Очень сложно, там, критографически. То есть достаточно много… Если получится… Вопрос… А можно так поместить какую-либо графическую сторону? За 10 секунд? Ну, вы… Посмотрим, да. Сложимся. Несторожно. Вот. Вольный же чейн – это Александр Чепмон разрабатывает такой подход, который позволяет, в принципе, сделать лайт-клиент, на самом деле, биткоин, фактически фул клиентом, да, потому что историю можно… Вольный хранитель будет, допустим, ниже… То есть, ниже метро-блока, может, скорее, будет отбраться. С точки зрения улучшения стейта – это то, что рассказал Дима, от идентифицированной структурой данных, ну и шагов. Соответственно, биткоин NG, он… Что делает? Он позволяет лучше пропускнуть способность сети. Он никак не работает с самим блокчейном в сторону его уменьшения, не работает с сейтом. Он позволяет наиболее качественно использовать имеющийся ресурс каждой ноды. Да, потому что у вас молода послала, создала блок, да, то есть майнер создал блок, и он, в принципе, система ждет 10 минут, пока вы установите следующий блок. И NG предлагает это использовать. Для того, чтобы какую-то терминологию овощую установить, я вкратце расскажу то, что вы все, наверное, знаете. Это саму структуру многоморного консенсуса, то есть, когда порог работает в блокчейн, это работает в биткоине. Что это такое вообще, что такое биткоин, да, просто все могут знать и просто хочу, как бы, терминологию зафиксировать, которые будут использованы в дальнейшем, да. То есть это, по сути, это набор нод, которые реализуют, репликатят стрит-машины. То есть у каждой ноды есть некое состояние, и оно должно быть реплицировано по всем нодам, которые есть в этой системе. У них есть определенные свойства, которые, если идет компьютер, являются необходимыми для таких систем. И мы считаем, что не более чем четверть всех нод византийских, то есть они не более чем четверть всех нод могут исследовать правила протокола. На самом деле тоже Квинсерер наказал, что биткоин безопасен до той поры пока только четверть всех нод византийских. В смысле, с текущим, ну, в смысле, с накамодским консенсусом? Да, да, да. То есть это, как бы, там интересно. А что будут делать? А что если от на четвертых пресепсов? Атака Север, конечно, или что? Там будут атаки, когда майнинг удерживает блоки, и потом как бы постит сеть вместе с Северчем. Что-то похожее на атаку Финни? Ну, типа того. То есть это не следует из правил общего консенсуса, это именно вещь, которая специфична к биткоинному консенсусу. В смысле, в такой же атаке легко защититься, просто если продавцы будут ждать Z подтверждений? Ну, конечно. Ну, да. Ну, в смысле, это нет гарантии консенсуса. А, в смысле, может произойти хардфорки. Значит, вот эта система, с которой мы работаем. Это реприкты стейт-машин, то есть ноты, в которых есть некий стейт, и они хотят, чтобы он синхронизировался. Они могут посылать друг другу некие транзакции, то есть некоторые сущности, которые меняют стейт. И, соответственно, в чем состоит задача блокчейна? Она состоит в том, чтобы эти транзакции, эти дельты, которые посылаются в сеть, все реализовать. То есть упорядочить их по времени. То есть, потому что вы можете послать транзакции, противоречащие друг другу. То есть, можете потратить, например, один и тот же баланс или один и тот же непотраченный аутбук. И они придут в разное время на разные ноды и получится double spend практически. То есть, здесь, чтобы система была синхронизована, вам нужно выбрать, что происходит в биткоине или блокчейне. Выбирается лидер путем майнинга, который сервизует транзакции. То есть, он говорит, что транзакции шли вот именно таким образом. Сейчас мы это запишем в блокчейн и применим ко всей сети. Таким образом, сеть будет синхронизована. Это что происходит в биткоине? Соответственно, происходит лидер connection, выбор лидера. То есть, это термин, который идет из до биткоина времен. Это классический подход в distributed computing, в других алгоритмах как Paxos. То есть, там идет выбор лидера, который предлагает свое видение системы. За него голосуют в старых алгоритмах, в Paxos, например. И он применяется к состоянию и меняет состояние. В биткоине никого голосования нет по сути. Там есть выбор лидер, выбирается случайно. И он получает право предложить свою видение сети, которая принимается или не принимается сетью. В зависимости, будет ли блок, который он принял на форке, или он станет на главной ветке. То есть, блок содержит ID предыдущего блока. Это решение гипографической задачи, с помощью которой выбирается лидер. И негативную структуру, содержащую хэш или дабл хэш текущего блока. Эти блоки соединяются и образуют блокчейн. То есть, как бы Append Only. То есть, как бы структуру, которую он только может прибавить. И данный момент нет. Это есть как бы на кому-то консенсус в двух словах. И что происходит? То есть, мы получаем систему, которая синхронизируется, работает. И в принципе, в чем проблема здесь сделать очень большое количество транзакций. В общем, почему бы им нет, казалось бы. Ну давайте, как бы, биткоин у нас 10 минут блок. Как бы, 10 минут между блоками проходит. Между тем, когда выбирается лидер, который может сгенерировать блок. И он генерирует блоки по 1 мегабайт. Почему мы, если сделать блок 100 мегабайт, и время между блоками 10 секунд. И все будет круто. Казалось бы, да? То есть, как бы. И все проблемы, наши беремости, будут решены. На самом деле, это не так. Потому что система у нас распределенная. Она обладает ладненностью. То есть, время распространения блока в биткоине, в сети биткоина, это 12 секунд. То есть, в среднем, половина сети получает блоки, новые блоки в биткоине за 12 секунд. То есть, через 12 секунд это время, которое... Это действительно правда? Я считал, когда я читал в айфе, он написал что-то про одну, 2 секунды. Нет, 12 секунд. То есть, весь земной шар узнает за прочее? Это в среднем, да. То есть, весь земной шар узнает о какой-то блоке в среднем за 12 секунд. Да. Это мы уже читали. Есть татьяна, там, в 2013 году. А у нас как раз в эфире, мы не выбираем, наверное, в эфире 15 секунд. В эфире 15 секунд. 12 секунд. Это экспериментальная цифра. Она основана именно на первой протоколе биткоина. То есть, если, на самом деле, в эфире, если будет другой протокол, там, наверное, цифра другая была. Но там анклы получают реворд не намного меньше. Три эфира. Это связано больше с P2P, обменом новыми блоками. Я скорее про то, почему анклы вообще появились. Потому что, если бы они со своим блок таймом сделали без анклов, то есть, только лидер получает Google, то было бы очень печально. Да. Почему было бы печально? Потому что, допустим, кто-то майонит на пуле с версию процентов, условно. Да. Если ты майонишь на пуле, на котором мало процентов людей, то... Ну, непонятно. На том же пуле, на другом пуле, где большинство, скорее всего, за это время тоже будет такой блок. Да, да. Это, допустим, да. В эфире у нас правильный блок. Так оно работает. Соответственно, мы не можем уменьшить произвольно время между блоками и увеличить блок до бесконечности. Потому что это будет сказываться на том, как блоки распространяются в сети. Соответственно, будет возникать, как бы, пока вам распространялся новый блок, который уже был кем-то заманил, вы будете майонить на другом блоке, на старой гейт. Соответственно, ваша работа практически будет подращена впустую. И, получается, система работает неэффективно. Её легче захватить и легче централизовать. То есть, в биткоине, например, вероятность, что вы майонете на форке, она порядка полтора процента. Она легко считается. Фактически время между блоками делится... Да, секунд делится на время между блоками, да. Чем меньше время между блоками, тем больше вероятность того, что ваши ресурсы будут использоваться неэффективно. И, в принципе, нет гарантии того, что вообще система будет двигаться вперёд. Нет гарантии вообще консенсов как проколома, фактически. То есть, eventually, как говорится, это eventually consistency, что бывает. Но когда это произойдёт, вообще не понятно. То есть, эта система, в принципе, нерабочая. Когда вы уменьшаете время между блоками или увеличиваете сам блок. Что, по сути, одно и то же, на самом деле. Потому что и то, и другое влияет на то, как распространяются объемки в сети. Соответственно, мы не можем просто взять и сделать время между блоками 1 секунда и блок 10 мегабайт. Или, там, 100 мегабайт. Надо сейчас подумать, как ещё можно сделать. И тут приходит к NMG. Идея очень простая, на самом деле. Что мы делаем, да. То есть, самым простым образом объяснить. Майнер выбирается обычным путём. Он решает задачку фотографическую, да. То есть, нашёл новость. И он получает право генерировать так называемый key-блок. То есть, это основной блок майнинговый. И после того, как он генерировал, он получает право брать новые транзакции, формировать их блоки и слать в сеть. Он не должен ничего майнить. Вычисления дальше, там вычисления не производятся. Эти новые блоки не влияют на дефекты никаким образом. Он просто берёт транзакции, реализует их и шлёт в сеть. Почему он так может делать? А почему это не приводит к форкам? Потому что в key-блоке, который майнинг генерит, включается его публичный ключ. Соответственно, все блоки, которые идут до следующего key-блока, проверяются всеми участниками сети. Форки проверяются таким образом, чтобы они были сгенерированы в майнер, который сгенерировал key-блок. Соответственно, он подписывает все эти блоки. У ноды есть key-блок, который сгенерировал майнер. Приходит новый блок, она проверяет подпись и смотрит, кто сгенерировал этот блок. Если его не сгенерировал не генератор key-блока, она его просто отбрасывает. И никаких форков здесь не возникает, потому что право на генерацию блока между блоками большими, условно говоря, биткоинами, есть только у лидера, только у ноды, которая сгенерировала key-блок. И она может, в принципе, уменьшить время между key-блоками до достаточно маленьких значений. 10 секунд, например, среди, по-моему, рассматривают они... Между микроблоками. Между микроблоками до 10 секунд. И key-блоки можно оставить, пока оставили, как они были, то есть здесь 10 минут, например, 3 минута. А микроблоки можно генерировать очень часто. И форков не возникает, потому что только один майнер имеет право генерировать что-то в это время. Очень простая идея, казалось бы. Такие идеи обычно работают. Здесь у нас возникают некоторые моменты интересные, которые сейчас мы обсудим и посмотрим, какие здесь могут быть атаки, что с ними можно делать. Эта картинка еще раз для закрепления. В принципе, все очень просто. Идея действительно очень простая. То есть есть key-блок сгенерировали. Допустим, нода оранжевая. И я на микроблоке между двумя key-блоками 3-блока сгенерировала. Потом обычным путем генерировался следующий key-блок. То есть решается ползадача, например, какая-то, да, обычная любого, любым способом. В принципе, любой FOP-алгоритм. Этериум, FOP, FOM, FOM. И дальше тут блоки. Соответственно, эти блоки подписаны оранжевой нодой. Эти блоки подписаны зеленой нодой. И никаких других микроблоков здесь быть не может. Подписанные другими блоками. Все, проблема FOP в принципе решена. И мы получаем, что проходимость системы, то есть FOP, он ограничен практически вычислительными способностями одной ноды. Он не ограничен ответственностью системы. Он ограничен именно вычислительными мощностями одной ноды. То есть это позволяет использовать наибольшим, наибольшим способом ресурс, который есть у каждой ноды в сети. И что происходит? Вот такой момент нужно обсудить, естественно. Микроблоки идут очень часто. Соответственно, когда меняется лидер, когда генерируется новый K-блок, получается, что возникает много коротких форков. Допустим, вы не получили новый K-блок, но получили микроблоки, которые из генерированного нода, который не знает, что уже есть новый K-блок. Соответственно, что вы должны сделать? Вы получаете новый K-блок, вы отбрасываете микроблоки с высотой больше, чем у K-блока. И что здесь как бы меняется в этой схеме? Еще раз. А сейчас нам можно вопрос? Верно ли, что человек, который генерал K-блок, получает право на фиксированное количество микроблоков? Или же не на фиксированное количество? Нет, он может с укройной. Но там же вроде как раз есть. Пока следующий киплок. Нет, но это не произвольно. Пока следующий киплок. Да, если фиксирован, то проблема решается. А что фиксированное? Фиксированное время? Фиксированное время в 10 секунд, да? Было бы неплохо. Фиксированное время. Может быть он может как угодно делать. Он может вообще ничего не генерировать. То есть там как и биткоин, в принципе. То есть он не обязан. Он видит какие-то транзакции, берет формирует блок и делает микроблок. А из каких транзакций следующий киплок формируется, если видите все записываются? В киплоке вообще не пишется ничего. Это я пропустил, наверное. Но в киплоке нет никакого контента вообще. А в чем есть контент и тут микроблок? В чем будет майнер? Там публичный ключ один только. Майнер стоит в праве на генерацию микроблоков. Верно ли, что майнеру выгодно как можно чаще оставить микроблоки, чтобы не дай бог к ним упустить комиссию? Да, это сейчас понятно, потому что там уже… И как начинается вот эта битва за возможность создания новой кейбл? Как же тут? Поф. Просто поф. Обычно как биткоин это этот майнинг. То есть как биткоин, а те начинают получать право создавать блоки, а те начинают уже… А те начинают биткоин. А от чего они высчитываются? Может мы чуть-чуть опередили, но вот чтобы начать следующий высчитывать какой-то хэш и от чего они его высчитывают? Ну так же блок. По порядку. Схема такая. Берет микроблок, берет всем ID и все. То есть то же самое. Как это микроблок? Из чего состоит блок хэдер? Когда ты ищешь… Нет, они все блоки и кейблок тоже, ну то есть судя по картинку, они друг за другом. И кейблок точно такой же блок, только он пустой. Да, он пустой просто. Я помню. Я помню. Руд хэш, который там сидит, это руд хэш предыдущего микроблока. Да, да, да. То есть как структура сама не меняется. Ну там микроблок меняется теперь в 10 секунд еще, да? Ну нужно майнить. Майнер, это что вы скажете? Майнер, а не майнир. Да, да. Он берет любой микроблок, который ему понравится. И он берет любой микроблок, который ему нравится. И на базе его пытается построить новый гиблок. Но ему выгодно, как дальше я расскажу, ему выгодно брать побольше микроблоков на самом деле. Потому что здесь есть некая структура награды майнеров, которая зависит от… не так, как биткоин. Майнить от многих сразу, да, получается? Да. Ему выгодно взять все микроблоки, а не считать. Да, да, да. Почему? Сейчас объясню. В принципе здесь понятно, как это сделать, как заставить майнера брать максимум микроблоков. Еще раз объясню, что только лидер может генерировать микроблоки, и это вообще меняет всю структуру. Несмотря на то, что топология такая же, вообще она остается, не менее, да, меняется нода, которая генерирует блоки, которая может себя называть транзакции. Это меняет все. То есть структура, как бы, в плане форков, она меняется очень сильно. Потому что их просто нет здесь, на самом деле. То есть форки остаются те же, что у биткоина, когда форки на китблоках. Да, у микроблоки там такого не происходит. Сейчас структура несколько, не знаю. Посмотрим, как здесь можно эту схему разрушить, попытаться, и что можно сделать, чтобы она была стабильнее. Какие задачи у нас есть перед блокчейном? Вот.